Я сейчас настолько запуган использованием слов, которые в то время употреблялись очень редко в силу незнания их сути. А сейчас так всё измуссолено, что порой задумываешься над тем, чем заменить слово гармония, без которого вообще тогда нельзя было обойтись, то есть карма, пробитость или искусственная открытость чакр. Это как и йога, которая превратилась в демонстрацию закидывания одной ноги на другую, создавая полный лотос, демонстрацию личной гибкости тела, но не ума. И она модна лишь потому, что вновь крутятся огромные деньги на отъём кошельков через продажу огромной массы книг, кассет, кружков, по интересам к ней, на затягивание душ в полом, а может быть в полом, которые затем с охотой способны и часто готовы подчиниться любому слову – гуру, а может быть и гуру. я уже боюсь использовать такие слова, как отечество, родина, честь, совесть, разум, бескорыстие, отзывчивость, неравнодушие к окружающему миру, и только потому, что многим мне уже сложно поверить после тех, кто занимается словоблудием, покорением ещё неокрепших душ. Я был подмастерем учителей, я понимал, что мною кто-то управляет, подталкивая к опережению выполнения того, что необходимо произвести, подготовить или задействовать. Будучи уже серьёзным руководителем на комбинате, которому напрямую подчинялись две сотни людей, я вычищал, вымывал, менял свечи, которые вытягивали хворь пациентов, выписывал под диктовку рецепты, в которых присутствовали лишь травы и в каких-то случаях кора от разных видов деревьев и кустарников. Я лил воск над головами тех, кто уже не верил ни одному врачу и у которых был единственный путь окунуться в нетрадиционное получение помощи. Если бы кто тогда знал, такое я испытывал в то время счастья от этой сопричастности к выздоровлению. Это море икон в небольших комнатах, это благодарность излеченных и пришедших отблагодарить словом, а иногда конфетами, кофе, которые сразу же раздавали следующим, в особенности детям, а иногда и взрослым, проходя процедуру зарядки не только воды, но и принесенных ранее сладостей. все было честным. В противном бы случае я не смог бы душой тянуться, будучи воспитанным аскетом во всем. Обычная клиника через запись, оплату посещения и сеанса, а врачей, которые имели способность к сенсорному воздействию, а может быть и сенсорному, изучение энергии тел и состояние энергии органов, по-моему, было всего четыре. И как сказал Машков в фильме «Ликвидация», картина маслом была такова, где принимали обычные врачи, в коридоре пустота, где указанное мною приходилось протискиваться. Все, о чем я сейчас говорю, имеет некоторый смысл, но не для всех. А кто способен что-то открыть для себя дополнительное, но без которого, в принципе, может и обойтись. Это статья моя. Шло время. Сначала я вырабатывал способность диагностировать пальцами рук, не прикасаясь к телу человека. Затем меня стали подключать к целительству, к определенным органам, вводя мое воздействие в общий курс лечения, а потом мне сказали «Пробуй диагностировать без использования рук». И, видя мой немой вопрос, добавили «Головой». пробуй диагностировать головой. Думать я ей уже давно умел, но когда я раскрыл вне способности к умению определять застойные яркие зоны в организме, давление у человека, отделять нервную систему человека от эндокринной, ощущать аписторхи в печеночной области и желчном пузыре, видеть все вплоть до наличия в организме трехмонатного кальпита, а позднее видеть энергию человека, ее цвет, энергию каждого органа, кармическое состояние, состояние чагр на энергетическом теле, у меня стали создаваться очень серьезные к себе вопросы. А не занимаюсь я следствием, следствием, но не причиной, а имею ли я право помогать тем, кому бы и не следовало, ведь в противном случае оздоравливаю плохого человека, вливая в него собственную энергию, которая вытаскивая его из недуга, помогает вновь ему восстановиться и продолжать вешать прежние дела, в том числе и топча более слабых, которые тоже идут за помощью ко мне, и чакры которых пробивают те же сильные, вороватые, ушелые, пронырливые, алчные и лживые. Я постепенно начал вставать на путь знаний, связанных с видением плохих и хороших, находить разницу характеров людских с черной, серой и белой энергией, а значит не понимать то, что у многих, у очень многих устраняешь проблему в одном месте, а она, как проталина весенняя, дает черноту в другом месте. Отсюда все и началось. Я схватился за свою головушку. Время